всем привет мы в эфире очередной воскресный стрим очередная неделя пролетела неделя за неделей так потихонечку вся жизнь у нас пролетает ну в общем вот я здесь сейчас мы подождем когда народ соберется чего-нибудь пообсуждаем будут вопросы пишите я только какие-то прям не буду поднимать на политические темы как обычно сейчас хотя вот у нас невозможно не поднимать политически у нас за что не возьмись у нас все коснется политики вот все вот спорт у нас тут на переднем плане тут на днях не комичную такую новость я не поверил сначала я пытался попытался перепроверить через администрацию не стали таких распоряжений было сейчас узнал реально значит пришло распоряжение по детским учреждениям установить установить везде везде не то что по детским учреждениям там все что касается детей вот где дети посещают что-то там заставили установить москитные сетки причем идет масштабная полномасштабная проверка и народ вешается ну как бы откуда деньги брать там каждая эта сеточка стоит там тысячу две тысячи рублей так они это прямо вот слесаря сами рассказывают они то есть им на низы спускают как хотите вот комиссия будет надо сделать так они вы не кричите они хотят и берут вот это рулон обычная вот сетки вот этой наклеивают на какой-то двойной скотч на какие-то гвозди кнопки на какой-то проволокой все что угодно причем те кто все это проверяет они сами говорят вы главное вот чтобы видимость создать чтобы было потом естественно все это снимаете все живите как живете главное чтоб комиссия приехала и увидела этим москитные сетки но для чего эти москитные сетки от комаров ядовитых вот к нам же запускают тут украина нато америка реально я вам я клянусь я не стебусь мне так мне так сказать им так объяснили что вот ожидается вброс вредоносных комаров и поэтому чтобы спасти наших детей то ну слава богу они слава богу у меня ладно я не буду уточнять это в город небольшой сразу все поймут о ком идет речь в общем люди где у которых учреждение не проходит как детское они вздохнули с облегчением чертова знает как это я я рассказывал когда только-только это началось это блядство с этой не войной я вам говорил пройдет чуть-чуть времени и вы к любому абсурду привыкнете и к любой и к сводкам как вот софт информбюро раньше там убита столько врагов сейчас у нас ежедневно пишет там на таком-то фронте там с 200 на фронте у нас как бы войны то нет а фронта есть 200 там убитых нацистов причем их называют укра нацистами нацистами не солдатами лучшем случае как-то эти высушниками что-то такое и уже никто и главное подчеркивать периодически что вот убита столько-то уничтожено столько-то единиц техники из которых столько-то было американских и причем по их подсчетам и мы уже то что они нам рассказывают уже в десятки раз перекрыли вообще все поставки матовских которые туда шли в общем это очень-очень печально собираетесь так вопросом пока мы боремся с боевыми комарами вопрос для вопрос для стрима какая обувь желательно для жима лежа да какая удобно ради бог какая разрешена правилами такой жмите какая разница нара желательно чтобы подошвы гнущиеся зависит от того в какой федерации вы выступаете потому что допустим федерации пауэрлифтинга там вся стопа должна находиться на полу поэтому неважно гнется не гнется у вас а так ну желательно чтобы не скользила шуба душу была какая-то там пупырчатая чтобы не скользила потому что вот в этом плане когда чуть-чуть нарушается техника сразу же происходит головняк у меня пол команды подкладывает какие-то резинки под ноги я не понимаю зачем коврики постоянно притаскивают стелят я им пытаюсь объяснить что проблема вот у нас ноги скользят проблема не в этом что ноги скользят по нашим правилам забыли разрешено ноги заводить максимально на носочки пяточками туда клопаткам а если это разрешено значит когда вы толкаете во время движения вы напрягаете ноги и у вас не туда идет тяжело на пальцы конечно объяснить траектория идет вот во время жима нога стоит так траектория идет сюда они по ходу жима выталкивает вот они выталкивают эти резинки даже выталкивают упоры какие-то это это нарушение техники просто вы неправильно жмете поэтому и голова у вас и тело уползает под гриф там вы начинаете стойки задевать а но я так далеко чуть-чуть углубился а в общем чтобы какая-то эластичная и не скользкая подошва была и проблем нет но лучше я всегда об этом говорю лучше всегда привыкаю тут про гриф то же самое какой лучше гриф какой должен быть любой гриф должен быть из подошвы любой ну я босиком жму ну я и обуваю после свои там на соревнования своей борцовке вообще никак разницы никакой абсолютно то есть если техника правильная то все будет нормально и не будет вам мешать не гриф там не не лавка не обувь не покрытие не покрытие на лавке постоянно люди жалуются на что то вот у меня скользит вот у меня скользит тут плохая спина скользит тут плохая лавка а еще же несколько во многих федерациях запрещено допустим мазать магнезии спину вот я джи пи си к германии выступал нам прям боролись с нами запрещали на мистера лимбе и успей запрещено мазать спину магнезии поэтому приучайте себя меняйте лавки меняйте подающих выводящих страхующих я не знаю грифы блины даже блины я заставляю меня потому что вот с мелкими блинами привыкают потом большие ставят но особенно кто на начальной самой самой стадии еще приобретение опыта им очень тяжело вечный спор про экипу однослой многослой это значит у нас тут закус какой-то абсолютно на какой-то какой-то незначительной группе какой-то я послушаю совсем попал туда потому что ссылку сделали там на меня я зашел даже не на меня по 8 я случайно пролистал увидел даже не я там был но там была моя статья которая там сейчас завирусилась тяжелый жим что-то там такое лопаются там сосуды в глазах прыщи там выдавливает кровь там выдавливается ну такое что-то я там откуда-то я также нашел я даже не помню где я писал и когда мы увидел и к себе на стену прилепил этот я увидел вот ее обсуждают и сжим там мой ученик жмет под этим жимом видео и вот какой-то там грамотей написал то что это за херня вы там не позоритесь зачем вы это размещаете да они там в пяти слойных майках жмут и ну а я в этом плане завожусь прям с пол пинка мне очень легко я завести я взял зашел к нему а сейчас же очень легко проверить кто пишет кто ты вообще сам если ты спортсмен я зашел спортсмен занимается там больше десяти лет выступает откуда-то там он снова сиба за там эти десять лишним лет два раза по моему всего выезжала с этой области причем оба раза выступал именно на нашем турнире на наповском а так в пц турнире альтернат нет нет фп ровец по моему фп ровец я уже может перепутал что с другим каким-то фп ровец значит и вот он я смотрю его результаты и значит смотрю что он значит жмет что-то ну нормально 82 категория в экипировке жим у него 270 там к слову кати уже двести семьдесят пять да допустим в экипировке просто к слову я ему об этом написал и говорю у меня ученица жмет больше тебя ты на поэтому комплексуешь но вот зачем вы это позорище вот эти многослой и я ему пытаюсь объяснить и объясню вам то же самое сейчас во первых значит раньше пауэрлифтинг изначально мы же все занимаемся пауэрлифтингом но те кто оппонирует мне мы все выступали в экипировке потому что другого не было пауэрлифтинга он был экипировочный изначально мы выступали в экипировочном дивизионе потом появилась альтернатива в 2003 году у нас 20 лет назад и появилась другая экипировка многослойная для альтернативы то есть у нас в альтернативе можно в однослой выступать можно просто многослой можно однослой и можно многослой но обычно многослой это два-три слоя больше смысла нет и как бы я свои лучшие результаты делал в двух слоях потому что даже три слоя они уже не дают ничего они больше психологически наверно но и как зарабатывание денег для тех кто занимается пошивом этой экипировки и вот после того как однослой заменили в альтернативе на многослой я объясняю никто же не задумывается откуда он взялся это начнем с того что шьют американцы почти все шьют американцы ну был металл который шил финны я не знаю сейчас они шьют или нет насколько я помню фпр расторгла с ними договор раньше мина моя знакомая финляндии она была производителей производителем муж турта туртянен был у нее очень сильный пауэрлифтер там 400 он приседал вот они шили металл ну наверное они шьют и сейчас я до сих пор пользуюсь там какими-то и майки у нас есть там и бинты у меня там есть и вот о чем я хотел сказать-то господи в основном шьют американцы различные фирмы какие бы ни шили титан инзер аверкил там дохрена там бенч дэди вот я жму сейчас в экстремальной майке это все американское и это все те же самые фирмы на тех же самых машинках шьют эти многослойные майки которые вы обсираете на которых шьют и однослой вдумайтесь просто нахрена вы выставляете это позорище это многослой вы долбаные дебилы которые даже не можете осознать того что это тот же самый спорт те же самые спортивные производители шьют ту же самую экипировку просто для другого дивизиона все что тут можно еще добавлять идиотом этом как еще этим идиотом объяснить что ты занимаешься одним я занимаюсь другим кто-то занимается третьим какого хрена мериться пиписьками дауны тупые я про поговорю про федерацию пауэрлифтинга из которой исходит всю жизнь все говно почему я еще так завожусь я сразу следу следующем вопросу здесь андре дуарыч сегодня стрим будет я наверное не первый кто задает этот вопрос расскажите про фсср на постается значит фсср это федерация силовых видов спорта которую значит андрей репницын сейчас пытается зарегистрировать минспорте скорее всего у него получится и там очень много видов спорта который он туда впихивает и для чего это все делается на п никуда не денется над как был он так и останется над это альтернатива но для даунов которые не дают нам жить из федерации пауэрлифтинга россии почему я так не ограничиваю своим лексиконе потому что они реально пидорасы вот эти все спортивные чиновники которые занимаются тем что вставляют палки в колеса другим видом спорта альтернативным видом спорта они реально эти гадости делают если вы просто не сталкиваетесь и на протяжении многих-многих лет я с этим сталкивался постоянно это отмена турниров это жалобы с минспорта это какие-то проверки это какие-то подмет подметные письма это какие-то проверки с госдумы даже на уровне госдум они постоянно постоянно находятся в этом движении вот если вы заметили союз пауэрлифтеров россии не проводит чемпионат россии он проводит национальный чемпионат знаете почему потому что эти пидорасы пишут жалобы на то что те не имеют права использовать слово россия и поэтому чтобы не не связываться этим говном они просто лужневский просто сделал национальный чемпионат все чтобы просто не связываться с говном но те все равно найдут способ. Они найдут другие способы. Они будут на другие какие-то моменты давить. Главное, чтобы спортсмены не перебегали. Но они-то все равно бегут. Бегут из этих козлячих государственных вот этих федераций, которые не в курсе даже, что в 1861 году отменили крепостное право. Они даже не знают об этом. А самое обидное, что эти же суки крепостные, вот эти ФПРовские, они же топят больше всех. Да у нас настоящие, да это все не настоящее. Да у нас корхи краснеет, да у нас блины тяжелее. Да вы там все сами себе придумывали, да у вас там и нет и допинга нормального, и нет соперников нормальных. Вот прочую, прочую вот эту блевотину. Но люди сами по себе. Они так устроены, им надо примкнуть. Люди сами по себе овцы, поэтому им надо примкнуть к стаду какому-нибудь. И они так чувствуют себя сильнее, мощнее. Вот они, мы Федерация Пауэрлифтинга России, мы настоящие. Почему мы настоящие? Потому что нас зарегистрировали в Министерстве Спорта. А вот этих вот каких-то лузеров из Альтернативы, их только Министерство Юстиции, бля, зарегистрировало. Сука, вы послушайте даже, я сам вот озвучиваю, это мне самому смешно. Какая нахер разница, кто где кого зарегистрировал? Ну какая разница? Так они, бедные, ползут к нам, и при этом каждый турнир я провожу, и каждый турнир мне просят, пожалуйста, не вписывайте меня в протоколы. Пожалуйста, я не буду фотографироваться на заключительном там, общем, фото, потому что там есть такие Мразевичи и Козелевы, блядь, у них даже фамилии подходят, которые отслеживают вот нас и дисквалифицируют за это. И для всего этого, подводя итог этим много букв, много слов, Федерацию силовых видов спорта регистрируется только для этой цели, чтобы эти геи оставили нас в покое вместе со своим ЛГБД ФПР сообществом. И чтобы им уже не будет просто никаких козырей. Когда вот Василий Николаевич Грищенко сделал точно так же. Но у него-то не было соперников столько, сколько у нас. Но у него есть там, допустим, сильнейшая нация. Вот они там сейчас ему палки в колеса вставляют, а вот нам Путин разрешил, а тебе только Минспорт там разрешил, но ты еще как бы не до конца там все это сделал. Поэтому ты как бы, да, как бы Минспорте, но подожди, мы тебя еще напинаем под жопу. И вот здесь Федерация пауэрлифтинга России тоже самое делает. А вот вы там не настоящие, а мы настоящие. А вот когда зарегистрируют ФССР, блядь, они все пойдут делать миньет просто. Я не представляю, они просто отсосутся. Просто я не представляю, что они будут делать тогда. Как аргументировать своим крепостным овцам, что оставаться нужно у нас. Потому что корки будут такие же, такое сомнительное, такое себе. Они и так такие же. Они абсолютно ничем не отличаются. Кто-то говорит, при поступлении там где-то в институты прокатывают эти корки в альтернативе точно так же при поступлении. Потому что ректором этим, синдиканом всевозможным, и главное, чтобы был спортсмен, который сможет выступать за их федерацию. Какие-нибудь спортивные, студенческие игры какие-нибудь всемирные отправят. Насрать, где ты там раньше выступал. А они тебе запишут так как надо. И ты будешь выступать точно так же. Или говорят, а вот там мне доплачивают к зарплатам. Это было, да, но сейчас этого нет. Поэтому разницы никакой нет абсолютно между этими корками. Но чтобы совсем нивелировать всю эту разницу. Для этого сейчас Андрей Репницын с Хаммером из Крыма зарегистрирует если я буду просто стоя аплодировать. Мне просто по приколу будет гнобить этих Козлевичей и Мразевичей. Что они будут тогда говорить? Я даже я поступил в физкультурные прокатили корки. Вот, Петя, про это я именно про это я и говорю. А по поводу про доп.контроль, Русада с их стороны когда зарегистрируют вы знаете главное же зарегистрировать а последующий это первый этап будет а последующие этапы можно и не производить ну какое-то время или очень-очень долго какое-то время и уже будет у тебя место для маневра ты уже будешь придумывать что-то у нас-то в конце концов можно и так с химией можно без химии у нас же дивизионы как бы ну да когда Минспорте зарегистрируют понятно что без химии там скорее всего не получится но посмотрите допустим на какие-то федерации в Америке они же замечательно обходятся там на той же Мистер Олимпия допустим у нас там или наверное классик у нас бодибилдеры они даже как бы проходят доп.контроль как бы проходят ну как-то обходятся и к слову сказать посмотрите на наших стронгов у них Минспорте зарегистрирован но они как-то пока обходятся без доп.контроля и вот эти машины которые таскают у нас и камни и локлифты и машины которые таскают машины экскаваторы паровозы самолеты и вертолеты поднимают они-то как бы никуда доп.контроль не сдают ничего никто их не пинает никто им не предъявляет почему да потому что никому не мешает потому что нет конкуренции а вот у нас есть огромная конкуренция пауэрлифтинги поэтому и каждый норовит насрать ближнему так сейчас я посмотрю что-то тут есть вообще фармас в Украине ведется с ними героическими сюжетами это если про комаров боевых да я согласен они вообще ничем не отличаются они же в одних одни университеты закончили одни пропагандонские курсы все закончили они даже все работали в одних и тех же радиостанциях и телевизионных конечно они учились друг у друга и продолжают учиться то есть возьми любой пропагандонский ролик и просто поменяй там Украину на Россию или наоборот Россия на Украину ничего не поменяется абсолютно одни и те же методы одни и те же тупые разводы привет Ташморскому району привет Воронежу давно не смотрел обзоры как всегда в строю смотрел сегодня Джимми Колба 635 637 по-моему как ему такое удается никого даже близко нет с таким результатом вы как экипник расскажите в чем его секрет секрета никакого нет и там он не один там очень много там школа Мендельсона Менди шьет вот эти и Бенжденди шьет конечно но по-моему он использует экипу и сам Скотт Мендельсон продолжает хотя он прям уже ветеран блин странно для меня конечно говорить что он уже ветеран но тем не менее нет там ребята очень и очень мощные очень и очень сильные и начинают они свои тренировки за 400 они только начинают на тренировке вот ребята которые там занимаются русскоговорящие вот они если туда приезжают они конечно в шоке потому что в других местах возможности нет такие веса вот чтобы такие веса поднимать вот чтобы просто страховка у нас там допустим до 400 и то у нас проблематично втроем там снимать постоянно где-то что-то кто-то косихнет кто-то подхватит кто-то не подхватит тут еще брусок кто-то должен держать а тут еще желательно какую-нибудь толстую черную жирную бабу которая будет орать громче всех перебивая даже камеру снимающего вот почему-то все время поражает почему обязательно должна толстая баба какая-нибудь стоять которая обязательно камон камон Джимми камон и вот блиц сука мне так это бесит больше всего мне не знаю или восхищаться вот этой вот я не представляю честно вам скажу как можно держать на руках 600 килограмм потому что я больше 420 не держал но когда ты их держишь если ты заранее не вздохнул то потом ты уже не вздохнули не вздохнешь потому что тебе так давит что у тебя легкие тут сжимаются а 600 ну как каким образом это нужно конечно это школа и это нужно голову приучать только голову это самое главное то есть понятно если мне сейчас 600 килограмм в руки дать мне просто сломается нахрен они в обратную сторону это же надо приучить и связки и суставы и кости и мышцы все оно все утолщается оно просто настолько мощным становится это просто там ну дерево и вот когда ты все это укрепишь все это уплотнишь можно идти уже до беспредела и когда ты разблокируешь свою башку потому что голова просто тебе не даст даже подержать тебе просто дадут в руки и ты сразу завизжишь забирайте все по-другому просто никак не получится вот я недавно буквально снимал и показывал смотрите там человек который жмет там ну условно там 140-150 килограмм вот смотрите сейчас 200 он просто попробует опустить а это со страховкой прям вот по бокам все держат страхующий не отпускает просто посмотрите через сколько через сколько сантиметров вот столько он опустил и он заорал забирайте забирайте и при этом сразу встает и говорит там блять заболело что-то там вот организм начинает кипеть мозги начинают паниковать потому что они понимают что если ты куда-то лезешь не туда не в свой огород поднимаешь не из своей веса поэтому начинает верещать тут все рецепторы и спортсмен орет забирайте все ну если хватает как бы ну как сказать характера сказать да я испугался он говорит но чаще спортсмен начинает съезжать типа там заболело что-то там что-то хрустнуло что-то там больно стало и все такое прочее ну это конечно а 600 приучить себя ну обязательно нужна команда команда единомышленников команда таких же здоровых которые будут рядом так же пускай не 600 пускай там 450 пускай к 500 будут подбираться но они будут рядом и конечно чтобы стать чемпионом надо соревноваться с чемпионами и вот таким образом приходит этот успех ну я не думаю что прям какая-то там нереальная физическая именно сила в экипировке нужна моральная больше подготовка психологическая подготовка а так колб он конечно огромный конечно сильный ну вот заставь его там просто какой-нибудь вес без экипы пожать я думаю что он мировой рекорд не снимет сто процентов потому что он профилируется именно вот на этой и именно в этой экипировке экстремальная экипировка в Америке есть специальный дивизион у нас его пока нет но я надеюсь что со следующего года мы его введем потому что уже с Сергеем Ложневским договоренности есть он уже со следующего года будет вводить мы еще с Андреем Брипницыным не обсуждали но я думаю сейчас вот мы на Тигре встретимся и будем обсуждать и нормативы уже и дивизион но у нас есть Оренбург у нас есть Женя Корякин который уже сейчас будет проводить по-моему 9-го по-моему сентября я прошу прощения если перепутал уральский разлом традиционный и в рамках там будет отбор на профессиональную лигу жима это профессиональные жимовики будет в любой экипировке и потом уже первый турнир у нас назначен на октябрь и потихонечку я думаю что мы тоже догоним и перегоним ну насчет перегоним конечно я не настолько оптимист просто потому что у нас нет таких возможностей покупать такие майки это очень головняково у меня вот книгу парень с Америки просит прислать вот я сейчас ее отправляю ну в свою книгу и я ему вот он на первую книгу читал когда был здесь еще а сейчас он там уже 5 лет в Америке он говорит я бы хотел вторую прочитать и мы сейчас отправляем ему в Беларусь потому что у него там друзья в Беларуси вот с Беларуси они ему будут пересылать в Америку вот ну представляете как в экипировку заказывать это же просто пипец как проблематично но это очень очень тяжело поэтому в этом плане конечно мы как обычно где-то в жопе мира тем более благодаря нашему предводителю нас загнали в такой анал что уже там даже мы где-то уже посреди прямого кишечника находимся даже они в жопе поэтому вот так я правильно понимаю что НАП теперь еще и в Минспорте будет нет Андрей она не будет в Минспорте в Минспорте будет ФССР это эмблема которую ты сейчас при желании увидишь на любом плакате следующих всех турниров то есть мы сейчас будем его потихонечку продвигать и там сейчас уже будет помимо эмблемы НАП эмблема и Федерации силовых видов спорта привет Воронежу до 9 ну вот да значит я ничего не ошибся просто мне тут столько в голове просят еще прорекламировать просто вот Света Полетаева 3 сентября рекламировал это я уже не говорю только что рекламировал Звездные войны я уже не говорю о том что нам еще самим проводить пара турнирчиков как решился конфликт с Крымом где будет происходить якобы Золотой Тигр Золотой Тигр где был там и будет а то что они будут производить там в деревне это их проблемы пускай они там свои 50 человек соберут по ушам им проедут и расскажут им что это был ну то что чемпионат мира они не будут говорить ну пусть рассказывают про этап там Кубка мира что ли Катя Зайцева заходила на 300 на Соревах вы говорили что планировали пожать этот вес на Соревах мы планируем и сейчас но объяснить Кате Зайцева что у нее падают силовые показатели из-за трех из-за шести стартов семи стартов за два с половиной месяца очень тяжело она почему-то решила что это неправильная подготовка какая-то у нас хотя никакой подготовки у нас с весны с зимы вообще нет мы просто выступаем от соревнований к соревнованиям между них мы в лучшем случае делаем проходочку какую-то а тренировочный процесс у нас вообще не получается тем более когда вот идут веса за 300 ей ну минимум надо три недели потом отдохнуть вот как проводить тренировочный процесс а если через месяц у нас после этого опять соревнования или там через две недели или через три недели опять соревнования это очень-очень тяжело так что да еще и все это вместе же с силовым экстримом сейчас вот подготовка к силовому экстриму к рекорду очередному локлифте идет или может быть даже кантелю какую-нибудь мы толкнем что-то мы там посмотрели девушка там в этой сильнейшей нации какие-то 45 килограмм за минуту там какой-то новый рекорд я говорю блин ну давай снимем его девочку не хочется конечно обижать но сбить любой из этих рекордов касательно там подъемов любых как бы для нас не является проблемой и ну еще и лукаемся на любые предложения куда там позовут это ну это смешно реально у нас 20 соревнования на который вот мы пригласили Мишу Кокляева Магнитогорский мы будем проводить а 19 Катя выступает в Перми сука толкает какую-то гирю или рвет там какую-то гирю среди там работников металлургической промышленности ну сука ну никак не отговорить от этого никак я не могу людям отказать они меня просили они меня все прямо уговаривали у них другого нет хотя Катя никакого отношения к гирям не имеет и даже ее рвать то толком не умеет что она там будет рвать сколько-то там 5 минут рвать не знаю на одном характере вот она каким-то образом 19 попытается порвать а потом в течение там за полдня попытается вернуться в Магнитогорск хотя у нас даже Блаблакара не ходит из Перми это ей надо в Екатеринбург и если вдруг Миша как он собирался Кокляев выступает там с Денисом Вагаповым 19 тогда он ее заберет из Екатеринбурга и вместе они приедут 20 выступать поэтому Херли там 300 уже блядь за 300 уже разговора нет Петя у нас ничего не будет 20 никаких присвоений это будет турнир памяти заслуженного тренера и моего друга и ученика Дмитрия Лунева поэтому мы просто проводим турнир памяти и присваивать мы там нифига ничего не будем соответственно и стартовые там самые-самые просто по штуке там чисто символические чтобы отбить как-то немножко банкет и медаль и все и даже другие виды спорта не будем ни бицепс там ни становую ничего не будем проводить проведем тур ну если только Миша обещал там потянуть что-то в качестве показательных выступлений там вдвоем они там 600 какие-то килограмм шире собрались тянуть что-то такое больше ничего не доволен так по поводу непожатия руки на чемпионате мира по фехтованию вопрос задали если кто-то вдруг пропустил прошел чемпионат мира на котором выступали там где-то в одной четвертой что-ли или полуфинале выступали спортсменки на саблях саблистки и мало того что наша спортсменка выступала под нейтральным флагом мало того что она в одну калитку проиграла украинке и влетела в интернет значит это фотография где она протягивает руку а спортсменка украинская ей не подает руки и сначала я со свойственной своей вспыльчивостью и неспособностью погрузиться в материал обложил ее херами и когда мне сказали да блин сейчас я вам все про нее расскажу ну я конечно против всегда вообще всего этого блядства то что спорт с политикой сваливают хотя он никогда и не разделяли его почему они все время считают что спорт должен быть вне политики это абсолютный бред мало того что я против этих белых флагов мало просто ну вы предатели раз уж вы пошли по этой по этой стезе мало того что еще и не выиграла еще и ей не подали руки но потом как выяснилось все очень очень неоднозначно как любят говорить наши комментаторы полит как они в общем получилось как значит там все очень очень сложно сначала президент украины запретил участие своих спортсменов на турнирах где участвуют российские спортсмены потом в какой-то момент последний все переначали и поменяли потом был запрет на пожатие руки просто из-за ковидных ограничений и они должны были просто скрещивать сабли или шпаги или с чем они там бьются хоть с веслами потом отменили и это ограничение потом значит сказали что если бы эта спортсменка пожала руку то эта фотография облетела бы весь мир конечно с человеческой точки зрения это это блядство то что делает сделала украинская спортсменка это блядство потому что ну да ее бы конечно там обвинили в предательстве но ты победила я могу понять ты там проигравшая обиделась пошла нахер вы страна агрессор ты спортсменка выступающая под нейтральным если что флагом если ты такая принципиальная просто не выходи с ней на один помост но это сказал я вначале а потом как выяснилось вот это все вот это вот это вот это все в ком они просто оказались эти спортсменки заложниками и с одной и с другой стороны одна вынуждена предавать свою родину не выходя с флагом и другая вынуждена не протягивать руку хотя я уверен что личного там у них ничего конечно нет и все вместе в совокупности что тут скажешь просто банка с пауками и вот они там заложники все кто послабее их сожрали но самое главное что там еще было несколько переигранных моментов потом ее же дисквалифицировали эту украинку и по идее победу должны отдать проигравшей стороне это вообще какой-то нонсенс потом она не проходит уже она не прошла а нет отдали по-моему кореянке которая следующая там победила но не прошла потом переиграли и разрешили ей участвовать в качестве там чего-то там в последующий где-то там в полуфинале по-моему должна была участвовать ну и по-моему она там потом проиграла что-то такое было ну это настолько все невнятно настолько все запутано и эти спортивные чиновники они так там выдуждены смазывать свою задницу и так ей вилять чтобы там угодить всем абсолютно и чтобы их не трахнули при этом и если трахнули чтобы было не так больно они постоянно находят какие-то объяснения и причины вот этим блядским всяким постановлениям и поступкам ну вы уже определитесь или вы допускаете их или не допускаете если допускаете под таким условием значит эти условия уже никаким образом не должны были быть нарушены но если уже вы опустили эту русскую сборную ниже Плинтуса и не дали ей даже со своими там флагами выступать хотя нахрен бы они тогда сдались они же свою страну должны представлять нахрен бы вот эти вот белопогонники кому они кому вы там сдались с этими белыми флагами ну уже выгнали и выгнали ну если уже и так и уже и выиграли еще руки не подать и потом дисквалифицировать победительницу за то что она не подала руки той белобилетнице ну это вообще какой-то ужас какой-то это просто ужас какой-то как проходит испытание нового препарата проходят пока ничего не могу сказать я больной и старый не очень чувствую но вот если раньше я 130 килограмм жал перед экипировкой и потом одевал майку и начинал с 200 работать то вот в этот раз в четверг я дошел до 150 я очень удивился потому что сначала я думаю ну давай 140 пожму я просто не парился я там жму 130 на 5 и все и как бы и закончил и одел майку ну тяжеловато мне уже хотя раньше я там заканчивал там на 160 170 180 но я и майку одевал уже там на 220 230 а тут ну как бы на 130 закончил я одел 200 и пошел дальше вверх полез а здесь я пожал 140 прямо она у меня вылетела я говорю не помогали нет а потом 150 тоже пожал вылетела черт его знает может конечно у меня тоже плацебо заработало потому что мне сказали что с этого ИФР1 силовые повышаются может это была случайность я не знаю пока пока я не попробую пока я курсы не пройду я вам ничего не скажу так что вот так так что то у нас тут а где то тут у нас были еще прокомментировать визит в Шойгу в Северную Корею блин Алексей ты такие вопросы задаешь а что тут комментировать ну съездили ну поклянчили вторая армия мира ездит по всему миру клянчит оружие вооружение снаряды это конечно и при этом они говорят ну мы же были не готовы мы же сейчас на рельсе военные переведем и как дадим дадим всем блять вы нам 20 с лишним лет рассказывали что у нас все отлично и вот что мы столько 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 миллиардов потратили а сейчас выяснилось что вы у Северной Кореи ездите покупаете снаряды в Иране покупаете дроны в Китае там вообще все подряд покупаете хотя в Китае я не представляю я еще с 90-х помню что из их пистолетов и из автоматов стрелять нельзя было потому что просто там перегревались моментально просто хоть в образ боялся прям брать эти Макарова особенно если они были с глушителями как относитесь к людям идущим на СВО ради денег без лозунга деньги и ничего личного ну как отношусь если бы это была не Украина я всегда абсолютно лояльно относился к людям готовым рисковать своей жизнью из-за авантюры я сам к ним всю жизнь относился но это братский народ и поэтому ты идешь убивать каких-то своих таких же ближайших родственников что тут еще можно сказать я говорил и говорю что идут туда люди неуспешные раньше бы я говорил что идут авантюристы но сейчас я скажу что идут люди неуспешные беспринципные и которые никак по-другому не могут заработать себе на жизнь чтобы прокормить своих детей свою семью или уж совсем неудачники просто которыми никак там жизнь никак там не сложилась и хрен ли им там с женой и детьми взаимопонимания нет или ты просто нахрен никому не нужен ну а че бы не пойти не рискнуть тогда ну хотя бы поможешь как-то заработать с своим родителем только так прокомментируете африканский саммит в Питере и что там делал опальный пригожин ну насколько я понимаю мы конечно ничего не знаем абсолютно о том что там происходит но пригожин я так понимаю это очень серьезная сила в Африке на протяжении последних там 80 лет поэтому сейчас они решили разыграть эту африканскую карту я не думаю что будет какой-то толк как было при СССР мы будем кормить но при этом будем показывать смотрите тут за нами еще ну и насрать то что вы все к нам задницы отвернулись вот мы тут будем мы найдем знаете как как Вова Кравцов когда-то наш жимовик известный когда-то когда ушел из ВПЦ он сказал я найду где буду первым а ушел потому что Вова Максимов ему стал наступать на пятки и быстренько его обошел и он сказал я найду где буду первым вот мне напоминает Кравцова такой Путин тоже такой ну вы меня тут не уважаете я найду я буду среди негров первым вот Кравцов так же ушел создал какое-то свое там богатырское братство и стал там первым ну их там было двое всего но он был первым а Касатов второй вот это то же самое ну я буду здесь впереди Тритреи там Сомали хер знает я думаю до Нигерии Кении наверное точнее не дотянутся ну в общем как-то как-то так что-то вот он там с гордостью прям как в Совсковке у меня дежавю мы вам поможем зерном мы сами доставим мы даже денег с вас брать не будем точно так же как действовал Советский Союз но Советский Союз закончил очень и очень плохо хотя его ебывалось что они лучшие среди негров почему в России не любят тех кто берет взятки а тех кто не берет ненавидят я не знаю я думаю что в России ненавидят тех кто берет взятки те кто берут взятки те кто не берет взятки почему почему я должен ненавидеть тех кто отказывается от взятки или ты имеешь ну в общем да наверное если полицейский останавливает тебя и лишает тебя прав и при этом не хочет взять у тебя взятку ну да ты его ненавидишь почему ну потому что народ такой у нас удивительный потому что десятилетиями приучили его что государство отдельно а он отдельно вы там живите сами у себя за забором мы будем жить сами вы главное нам не мешайте жить а вот сейчас они выползли из-за этого кремлевского трезубца и мешают нам жить вы бы раньше жили и жили кормили вы своих негров там плевать всем но вы нам не мешайте жить пускай даже в магазинах ничего не будет мы найдем мы прокормим мы садовые участки на наворованное построим вокруг городов и будем спокойно там сами себя обеспечивать и каким-то образом жить сейчас же они выползли из-за этого трезубца и теперь даже на этих садовых участках не дают нам спокойно жить они требуют платить налоги за сарай за дрова за ягоды грибы мы должны идти погибать где-то там на непонятных этих СВО ну и в таком духе я думаю что наверное вот так как-то приучили людей а потом поменяли правила вот что-то такое наверное ну и люди сами по себе озлобленные агрессивные без понятий каких-либо наверное вот так может невнятно ответим что-то что-то как-то так по-другому как ответить почему не любят почему ну потому что такой народ мы сами не умеем хорошо жить и другим не дадим привет Шадринску по вашему опыту какие три стероида можно выделить на фоне других для меня это первое это тостерон пропионат а потом минонтат и сустанон все остальное я думаю сильно там раздуто или придумано особенно когда с пометкой там это что-то новое это значит явно разводилово какое-то сустанко ничего нового не придумаешь все остальное более сложные какие-то там тренды третрены я не признаю потому что считаю что от них касат никуда не делся что-то там продает плохие диски плохие лавки что-то продолжает как-то крутиться чертова знает не слышно я особо а как его особо должно быть слышно ну как бы человек безобственности абсолютно какой-то какого-то злорадства как бы подорвал свое здоровье на большие веса он не может ходить стероиды он не может принимать поэтому в экипировке он не может выступать хотя пытался после инсульта а как еще все всему приходит конец их сколько таких которые были хорошими спортсменами удачными даже предпринимателями не может он там как-нибудь может и все хорошо у него не обязательно мелькать постоянно украинская фильтовачица Ольга Харлан отказавшись пожать спортсменку из Российской Федерации рук прокомментировала свою дискваликацию после матча мы поняли что страна терроризирующая наше государство наших людей и семьи тоже терроризирует и спорт поэтому сегодня произошло то что должно было случиться я не хотела пожимать руки этой спортсменке я действовал своим сердцем да и пиздит она сто процентов сто процентов я извиняюсь за свой французский Антон она пиздит ну просто ее поставили в такие условия она понимала что если она сейчас пожмет руку ее сфотографирует ее с говном просто сожрут у себя дома так как героиню будут принимать сейчас как бы с этой херней с этим непожатием руки еще больше привлекла к себе внимание но по сути конечно выбора у нее ей не дали выбора тем более что там прям было я говорю и Зеленский лично там им приказал что они будут выступать потом передумал потом вот будут вот так но будут вот так потом ковидные меры потом отсутствие ковидных мер а потом когда ее же дисквалиф квалифицировали за то что она не пожала ну как бы хрен его знает и она даже по моему же это же был не финал по моему они же потом дальше пошли и по моему кореянка которая досталась ей это место она по моему третьей стала если я ничего не путаю может я там я сильно не углублялся но я просто знаю что это огромная многоходовка и спортсмены здесь обменная разменная монета от которых вообще ничего не зависит это пешки сраные тем более на таких уровнях на таких турнирах это же там их так гнобят попробуй только пукни что-то ты против там тренера сраного не то что чиновника спортивного даже твоего тренера даже там какого-нибудь главного тренера все от тебя ничего не зависит у нас же все то же самое тебе мало того надо стать сильнейшим тебе нужно еще понравиться всем нужно иметь связи чтобы тебя туда допустили за тобой еще как всегда нам говорили да за вами два-три такие же или вон как штангисты всю жизнь великие писали ну блин попробуй пукни что-нибудь за тобой два-три стоят в твоей весовой категории которые просто мечтают туда попасть на этот чемпионат мира там или на этот я уж про олимпиаду там не говорю и кстати там по-моему после этой дисквалификации вроде ей как бы разрешили участвовать в олимпийских играх что-то по-моему такое о, Аладдин какие интересные вещи ты пишешь здесь сейчас подожди я тебя удалю чтобы ты не мешал как этому противостоять чему именно я не в курсе так а, ну, я все здесь я на вопросы ответил здесь все, ребят вопросов у меня больше нет поболтали мы, я думаю, достаточно поэтому всем пока давайте до новых встреч сегодня у нас черт узнает не буду загадывать что там у нас будет мы живем в такое удивительное время когда загадывать на неделю это очень-очень много всем пока всем спасибо за потраченное время с вами был Андрей Полей спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр